Итак, здравствуйте, друзья! Меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в новое видео! ФРС США запустила новую платежную систему, которая фактически станет основой для новейшей финансовой системы в США. Она называется FedNow. Они тестировали ее с 2019 года, и только 20 июля 2023 она начала работать. В сегодняшнем видео я расскажу тебе о системе FedNow, о хорошем и плохом, а также о некоторых опасностях, которые эта система может в себе нести, не только для американцев, но и для всего остального мира. Ты думаешь, что FedNow это только про США? Это распространится на весь мир. И на твою страну тоже. Как в свое время интернет. Но прежде чем мы перейдем к делу, не забудь поставить лайк. Это очень помогает мне находить в себе силы работать дальше. Давай наберем, как обычно, 2000 лайков. Большое спасибо за поддержку. ФРС США модернизировала американскую платежную систему. В этой старой системе, от которой мы пытаемся уйти, каждый раз, когда кто-то отправляет деньги, требуется несколько дней для того, чтобы эти деньги были обработаны и получены получателем. Поэтому, если ты думаешь, что Venmo, Swift или PayPal это мгновенные переводы, то это не так. FedNow это сервис мгновенных платежей, обеспеченный Федеральной резервной системой. И он уже работает. Теперь расчеты и платежи будут осуществляться в режиме реального времени. Это означает, что ты сможешь отправлять и получать деньги в течение нескольких секунд. Причем 24 часа в сутки, каждый день и в любое время года. Таким образом, ты можешь проснуться среди ночи и отправить деньги в час ночи своему отцу, например. Ты отправишь деньги в час ночи, и он получит их через несколько секунд. И речь идет о каждом дне. Даже о выходных, о воскресеньях, о праздниках, неважно. Круглый год платежи в реальном времени. Позволь мне объяснить, что это значит для обычных людей. Я приведу лишь несколько наиболее важных примеров. Это означает, что больше никаких задержек в платежах не будет. Например, твоя зарплата должна прийти в пятницу, но задержалась из-за банковских выходных, и ты получил выплату только в среду. Такого больше не будет. Если ты должен получить зарплату в пятницу, ты ее получишь в пятницу. Еще одно новшество – это мгновенный возврат денег. Та еще головная боль раньше. Я сам недавно попал в такую ситуацию, и она казалась для меня очень неприятной. Поэтому я уверен, что с некоторыми из тех, кто смотрит это видео, тоже такое случалось. Например, продавец выставил мне неверную сумму. Они сделали что-то не так. Теперь я жду возвращения своих денег. Неважно, по какой причине ты ожидаешь возврата, но ожидание раздражает. Ты постоянно проверяешь телефон, ждешь и нервничаешь. Вернули деньги – нет. А сейчас вернули – тоже нет. Ну когда уже вернут? Это отнимает много времени, нервов. И каждый раз, когда ты понимаешь, что деньги еще не вернули, тебе неприятно. Мне лично в таком случае пришлось ждать несколько дней. Феднау устраняет эту проблему. Больше никакого ожидания обработки и урегулирования. Это огромный фактор, который полностью меняет финансовую игру в Соединенных Штатах. Например, торговая сеть Walmart утверждает, что 45% звонков, которые поступают в их колл-центры – это клиенты, ожидающие возврата денег. Я уверен, с этой проблемой сталкивается множество других компаний тоже. Феднау также делает платежи для малого бизнеса мгновенными. Больше не нужно ожидать обработки платежей от 24 до 72 часов. Таким образом, когда ты получаешь оплату от клиента сейчас, то обычно это оплата по дебетовой или кредитной карте, даже оплата по чеку. И если раньше приходилось ожидать, то теперь деньги будут доступны сразу. Еще один момент – ты можешь оплачивать счета в интернете, причем делать это в установленный срок, и не получать пенни за просрочку. Например, раньше продавец мог сказать, что если дата платежа 15 апреля, то ты должен инициировать платеж 14 апреля, чтобы он считался полученным 15-го. Такого больше не будет. Как ты теперь понимаешь, во многих сферах Феднау кардинально изменит ситуацию. Позволь спросить, а знаешь ли ты, почему они внедряют эту систему сегодня? Причина в том, что наша нынешняя система настолько устарела. Речь идет не только про американскую. Финансовая система, которая существует сегодня в мире, устаревшая и архаичная. Не пора ли нам всем исправить эти проблемы? Выплаты в тот же день, мгновенные возвраты, платежи без задержек. Если задуматься, Феднау – это первый шаг финансовой системы США в 21 век. И я хочу, чтобы ты знал, вся эта система платежей в режиме реального времени уже существует в Англии, в Китае, в Индии и Швеции. США действительно опоздали со своим Феднау и уступили лидерство. Но также я хочу предупредить, что эта система, которая является прародителем глобальной системы цифровых валют центральных банков, распространится абсолютно на весь мир. Она придет и к тебе домой. Однако эти изменения вступят в силу не сразу, и я скажу почему. Банки, кредитные подразделения и финансовые институты должны подключиться к системе Феднау. Новая система была запущена в четверг, а уже сегодня 57 крупных банков заявили о том, что присоединились к ней. Включая JP Morgan, Wells Fargo, Bank of New York, US Bank Corp и другие. Далее, все остальные финансовые компании, банки, бизнесы, все они очень скоро перейдут в эту систему. Почему? Потому что это все равно, что спрашивать. Любое финансовое учреждение. Хотите ли вы использовать высокоскоростной интернет, или же будете пользоваться dial-up модемом? Если кто-то помнит о таком. Переход всей планеты на новую систему – это просто вопрос времени. И я должен предупредить тебя об этом. Если тебя интересует, как выжить в мире цифровых валют центральных банков, поставь лайк и напиши комментарий. Если будет достаточно много лайков, я обязательно попробую сделать гайд для тебя. Если ты станешь жертвой мошенничества при использовании FedNow и платежей в реальном времени, ты, как правило, не сможешь вернуть деньги назад или получить их возмещение. Так, например, если ты стал жертвой мошенничества или несанкционированных операций по кредитке, то, как правило, компания, которая обслуживает твою кредитку, сама позаботится об этом. Но в случае с FedNow это не так. Так что можно думать об этом как о банковском переводе. Если он свершился, то свершился. Бюро финансовой защиты потребителей пытается найти способы возмещения ущерба жертвам мошенничества таким образом, чтобы это было выгодно всем финансовым сторонам процесса. Но это пока только переговоры. Таким образом, это приводит нас к еще одной проблеме FedNow, которая идет рука об руку с мошенничеством. И это серьезная угроза как для клиентов, так и для бизнесов. Поэтому банки, кредитные союзы и финансовые учреждения должны будут модернизировать свои технологии и кибербезопасность. Это означает, что потребуется больше инвестиций не только для модернизации, но и для круглосуточного мониторинга. Все это, конечно же, стоит недешево. И некоторые учреждения уже говорят, а давайте переложим эти дополнительные расходы на потребителей и клиентов, то есть на нас с тобой. Это могут быть банковские комиссии, это могут быть скрытые комиссии, могут быть какие-то надбавки или платежи за обслуживание, неважно, как это назовут. В любом случае, это приводит к взлету финансовой нагрузки на банки в ближайшие годы. И поэтому мы можем ожидать коллапсы некоторых банков и учреждений, которые не готовы к такой адаптации. Также еще одна угроза, которая вытекает из FedNow, связана с мгновенными банковскими платежами. Так в наши дни, когда появились приложения и онлайн-банкинг, ты можешь проводить банковские операции за день или два. Но с платежной системой, которая работает в режиме реального времени, это выходит на другой уровень. Это станет экстремальным. Поэтому необходимо помнить, что вся эта система после запуска FedNow теперь работает круглосуточно и круглый год. Представь себе, что в воскресенье в 2 часа ночи все решили вывести все свои деньги из банка. И они могут сделать это мгновенно. Это же система платежей в реальном времени все-таки. Ты просыпаешься, а твой банк уже прекратил свою деятельность. Он закрыт. Закрыт навсегда. Теперь я хочу поговорить о том, как это повлияет на другие компании и учреждения, которые предоставляют финансовые услуги. Такие как CashApp, Venmo и PayPal. FedNow пока что не заменит их, по крайней мере в ближайшее время. Это связано с тем, что опять же, не все банки и кредитные союзы сразу же перейдут на эту систему. Переход займет некоторое время. Аналитики дают от 2 до 10 лет. Некоторые аналитики утверждают, что потребители предприятия предпочтут в итоге использовать FedNow, а не кредитные карты. Таким образом, кредитные карты могут уйти в прошлое. Так же, как и чеки в свое время уступили место кредиткам. Так что FedNow в этом плане может иметь разрушительные последствия для старой финансовой системы. Теперь я обязательно должен упомянуть криптовалюты. Запуск системы FedNow сейчас не означает, что Федеральная резервная система вводит свою собственную криптовалюту. Пока что мы можем рассматривать FedNow как модернизацию существующей сети на данном этапе. Однако некоторые люди высказывают опасения, что FedNow вытесняет конкуренцию частного сектора. Из игры. Буквально нивелирует влияние финтех-компаний и криптокомпаний для того, чтобы открыть путь своей монете, Федкоин или цифровому доллару, или как там ее назовут. Очевидно, что FedNow это голый скелет. И на его костях что-то да и вырастет. Большой вопрос, что именно. Но судя по опасениям, это может быть система полностью безналичного и цифрового расчета. Система ЦВЦБ. Напиши в комментариях, что ты думаешь по этому поводу. Мне будет интересно почитать. Ну а на этом все. Меня зовут Богатей Иши Ди. Я благодарю тебя за поддержку и желаю тебе всего самого-самого хорошего. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok